Этот дачный участок, расположенный среди высоких дубов, был оформлен в собственности еще в 80-х. Еще тогда, огораживая свой участок забором, дачник посчитал правильным не спиливать деревья, растущие прямо на границе участка. Таким образом, часть его собственности оказалась за забором. Тогда никто и не думал о том, что это станет роковой ошибкой. Мне папа говорил, что часть земли за забором, это папина земля, наша земля. Я вызываю геодезистов, выставляют геодезические точки и выясняется, что на самом деле от той точки до той точки земля принадлежит нам. Геодезисты выставили вешки, мы выставили забор, поставили забор. Наш сосед Кривоносов вечером, в обед у меня мужа поставил, вечером он его начал ломать, ему это не понравилось, но и сломал. Мы все со своим сыном ломали. После этого Наталья Латыпова сообщила в полиции о самоуправстве соседа. А он, в свою очередь, обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение земельного законодательства Латыповой, обвинив соседку в пользовании участка лесного фонда. Получилась такая интересная вещь, что этот вот участок лесного фонда, он находился как раз между участком Латыповой и участком Кривоносова. И у Кривоносова были намерены использовать этот земельный участок, но не мог, потому что там вот были определенные границы, установленные кадастровым инженером. Что же произошло дальше? Прокуратура по непонятным для меня причинам очень сильно возбудилась, направила документы для проверки в Минприроды. И выездная проверка Министерства природы Саратовской области выявила, что имеется наложение земельного участка Латыповой на землю лесного фонда. Наложение было незначительное, 119 квадратных метров, однако в любом случае прокуратура посчитала для себя необходимым обратиться в суд о признании границ земельного участка недействительными. Интересно, что участок Латыповых был определен еще задолго до того, как лесная территория была поставлена на кадастр. А это значит, что их участок не мог быть наложен на землю лесного фонда, поскольку он уже был оформлен в собственность. Однако, по версии суда, именно Латыпова совершила противоправные действия. Ни в решении суда первой инстанции, ни в решении суда апелляционной инстанции не было указано, что Латыпова и кадастровый инженер, который устанавливал границы, нарушили закон. Дело в том, что они действительно действовали строго в рамках закона, и они его не нарушали. Но при этом почему-то оказалось в таком положении, в неприятном, именно Латыпова. Это следствие того, что сама прокуратура в течение длительного времени не занималась вообще вопросами лесного фонда в Саратовском районе. Дело в том, что еще в 1993 году были определены лесные участки в Саратовской области. И через определенные промежутки времени они должны уточняться. С 1993 года никаких уточнений границ земельных участков лесного фонда не было произведено. То есть прокуратура ничего не делала, протирала штаны и прочее. Но тут она возбудилась против пенсионерки. И, дескать, под прикрытием защиты интересов государства обратилась в суд. После того, как суд признал границы участка Латыповых недействительными, Министерство природных ресурсов области без проведения каких-либо конкурсов предоставило спорный земельный участок в аренду на 49 лет соседу Андрею Кривоносову для размещения линейных объектов. Это очень специфическая такая категория земельных участков для размещения линейных объектов, потому что они предназначены для размещения линий электропередач. ЛЭП – это большие башни в высоковольтной линии. Это трубопроводы, это магистральные газопроводы, но еще можно предположить, что это, допустим, оптоволоконный кабель либо подземные какие-то коммуникации. При этом нужно четко осознавать, что физическое лицо, простой гражданин, не обладает ни разрешительной документацией на возведение либо, допустим, эксплуатацию такого рода линейных объектов. Он не обладает лицензиями, он не обладает персоналом, он не обладает вообще ничем не техникой и так далее. То есть получается, что Министерство природы Российской Федерации вместе с прокуратурой, действуя исключительно в интересах не Российской Федерации, а Кривоносовых, добились через суд выведения границ земельных участков Латыповой, затем в интересах Кривоносовых сформировали два земельных участка лесного фонда, и ему же отдали в аренду. При этом арендная плата за эти два земельных участка в год без каких-либо скидок, либо коэффициентов, это за один примерно 400 рублей в год, и за другой примерно 170 рублей в год. То есть это сущие копейки абсолютно. Земли лесного фонда были переданы в аренду еще в июне прошлого года, однако по сей день никаких линейных объектов там так и не появилось. Раньше эту землю он просто использовал для складирования мусора. Здесь стоял туалет для гастарбайтеров, которые строили ее в даче. И потом, когда в 2013 году я вызывала геодезистов и были поставлены вешки, ну вот он после этого, когда мне он говорил, что если я захочу, то вы отсюда вылетите вместе со своим курятником, то в разговоре случайно проговорились, что у них планы здесь строить беседку. Вот, то есть это все для своих личных нужд и больше ничего. Никакой заботы о лесном хозяйстве нет. Он пользовался, пользуется и будет пользоваться. На основании чего? На основании, извините меня, наглости, на основании чего? На основании того, что безнаказанности, что хочу, то и делаю. То есть это просто непонятно. А мне что делать, если у меня не хватает двух соток земли? Я даже не могу сделать межевание. Как я могу сделать, если двух соток нету? И неоткуда брать? Я не могу ничего. По документам, да, эта земля моя, но я ничего с ней сделать не могу. То есть он свою угрозу, что он отсюда меня выкинет, он это исполнил. Чтобы вернуть свою собственность, Наталья Латыпова намерена подать жалобу в Верховный суд, а также обратиться в надзорные органы по вопросу законности предоставления земельного участка в аренду соседям Кривоносовым. Юрий Анистеренко, Сергей Пшеничников, Анатолий Милосердов. Открытый канал.